здравствуйте аризона роли play феникс айпи а также мой никнейм а также мой промокод а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика перед началом вот этого всего видео я бы хотел сказать что я к андрюхи киевскому отношусь очень хорошо это один из самых вообще добрейших милейших и таких ну замечательных людей из всех тех кого я знаю поэтому все что будет дальше это просто мое недопонимание мое недоумение и я все это выскажу немного дальше но сегодня я буду смотреть видеоролик андрюхи киевского в рубрике вот это вот всех реакций это не дека потому что кайт на канале семён воду в рубрике всех вот этих вот реакций я буду смотреть андрюхи киевского давайте начнем видеоролик называется сам прп урезает бюджет и выгоняет ютуберов финансовый крах сам прп 1000 лайков 38 дизлайков давайте всем харизматичная кинзадзовская ку на волнах перед радиостанции звучит голос киева это замечательно на днях пролетела одна хайповая новость касаемо сам прп ну хотя как пролетела по мне она скорее катком проехалась а потом еще и бетономешалкой сверху кто-то насрал блин депричастные обороты андрюхи конечно крутые щельчика так сказать сыпанул для тех кто в бронепоезде не совсем понимает о чем я тут собственно о чем еще мальдюха так уж и быть расскажу обо всем сначала и максимально серьезно в сеть случайным образом попала часть финансовой информации сам парп где было указано что некоторым ютубером сократили часть видеороликов в неделю а некоторые как некоторым большому количеству мелких ютуберов еще и стримов и да подтверждаю это действительно было некоторым ютубером действительно урезали зарплату касада так и вовсе к сожалению сократил этом плане да эту информацию знал за нет не сократили по моему и по моему он уменьшили до малого количества стримов или видосов или что ну или может сократили да фиг знает они но особого значения ей не придавал поскольку меня она не касалась от слова совсем мне никто ничего не резал никакие рамки не вводил я как снимал свои два видоса в неделю так и продолжаю снимать на вот в этом плане хотелось бы остановиться он еще об этом скажет несколько раз но вот понимаете в чем дело не окупались как они это смотрят они это смотрят по промокодом и у меня один большой вопрос к сам прп потому что они везде пишут так знаете сглаживают углы говорят что наоборот мы сейчас стали более за всем этим следить более все это делать но понимаете в чем дело система промокодов я не говорю что ютуберы не должны приносить доход но окупаться типа если я могу со своих людей которые пришли на сервак заработать деньги то если они платежеспособны то почему я как бы не могу просто подрубить стрим вывести какой-нибудь прайс и заработать эти деньги зачем мне тогда нужен какой-то вот проект который забирает свой процент который не то что процент забирает а который зарабатывает больше чем платит мне зачем все это надо то есть я не говорю что ютуберы должны там знаете работать за ничего но ориентироваться полностью на систему промокодов чтобы вы понимали как это работает допустим я игрок вот я игрок я хочу играть на сам прп я смотрю видосы андрюхи киевского смотрю видосы battle call и смотрю видосы ангела касада то есть и знаете ли решающим фактором в том чтобы я пошел играть на сам прп стал чопис вот чопис но ввел промокод я вообще хаван потому что он первый вспомнился и дает то же самое что другие промокоды так получается что ни один из вот этих вот сам ютуберов меня не привлек и сам прп делают на этом очень большой акцент то есть понимать то есть окупаемость по промокодам то есть но это же ужасно ты да там не то чтобы какая-то погрешность есть а на промокоды вообще нельзя равняться потому что типа человек вводит промокод который удобен а не тот который типа надо ввести ё-моё чуваки ну и прям вообще я не знаю странно насколько мне известно более того финансово неблагонадежным ютубером так сказать не резали зарплату сразу им дали несколько недель на то чтобы улучшить свое положение на проект как вот они должны были улучшать что они должны были делать типа заходите донатите на сам прп или что странно странно андрюх очень и уже только потом спустя какое-то время вход пошли ограничения видосов и стримов это из того что я вот знаю и могу вам рассказать больше я ничего не знаю финансовыми делами на сам порпе я не занимаюсь меня в них не посвящают лично передо мной никто отратах и доходах не ажи понятно да мне по большому счету это и не интересно я снимаю видео мне за них платят вот это мне интересно все что происходит за кадром за кулисье у других ютуберов у красных у белых у черных у зеленых меня это не интересует меня интересует только чтобы мне за мою работу платили исправно и больше ничего я собственно чё об этом вообще видео снимать тут вы можете придраться мол типа ну как так можно андрюха они же типа вместе с тобой полетят они полетишь ты рано или поздно типа это только начало так далее ну я могу его понять типа я да потому что я понимаю стриме который я на десятилетие канала проводил 10 лет у меня кстати тоже 10 лет 2020 кто пропустил соболезную меня этой слитой инфой как котенка носом тыкали в котенка дескать смотри смотри видишь какая пиздотика происходит на этом вашем сампорпе уже денег на ютуберов не хватает зарплату платить нечем того и гляди обанкротится проект конец его настигнет пизда его накроет бежал бы ты андрюша с тонущего корабля вот по этой теме хотелось бы дать свой максимально развернутый ответ я бежать никуда не собираюсь во первых корабль не тонет во вторых я не крыса мне здесь нравится мне здесь комфортно меня здесь все устраивает я здесь на сотрудничестве с 2018 года уже более трех лет а играю на сампорпе так и вовсе с тринадцатого почти без перерывов скоро десятилетия будем отмечать само собой если меня сапогом под сраку пнут денег платить не будут скажут пизду давай отсюда ну тогда я уйду тогда у меня попросту не будет других вариантов развития событий но во первых я более чем уверен что в ближайшее время это не произойдет во вторых я более чем уверен что меня не пнут пинком под сраку не выгонят с голой жопой на мороз даже с мелкими ютуберами на сампорпе так не поступают что уж про меня говорить само собой я че надо уже не зумерок ебаный бери выше думерок и я морально готов к любому варианту развития событий даже к вышеописанной жопе на мороз в жизни всякое может быть и уж к чему к чему а к увольнению нужно быть морально готовым всегда чтоб потом на паперке не сидеть и последний хуй без соли не доедать и все же я более чем уверен что какие-либо санкции в мою сторону если они и будут они будут вводиться плавно аккуратно нежно и мы их будем разумно обсуждать с руководством сампорпе как и любые другие взрослые люди так что нет я никуда не ухожу нет мне ничего не урезали пока что живем и здравствуем в обычном тривиальном жизненном ритме и педосы будут выходить в нем же а что касается урезания зарплаты сотрудникам по моему это вполне себе нормальная жизненная практика абсолютно нахер везде на любом заводе на любом предприятии и даже на любом с фильм завод и рыбыков я уже рассказывал паповском проекте я вам быть может житейскую тайну раскрою но бюджет на оплату ютуберов он блять не резиновый нет поняли бесконечный он имеет свойства заканчиваться видоизменяться модернизироваться урезаться или же наоборот пополняться бывает и такое это скорее раньше на сампорпе творился какой-то рекламный беспредел когда заказывали типа топового ютубера за миллион денег на один стрим он как хуёвый лабух пришел три ноты сбацал развернулся ушел приведя на проект полторы калеки которые с ним же потом и ушли ну это да это полный пиздец это вот и резону себе может позволить а и туан такого не делает а сампорпе в самом деле да в этом плане пиздец вспомните 10 видосов или сколько там димитрию гутиеросу который напиздел стрекороба деньги взял до сих пор возвращает вспомните великолепную рекламную компанию с хованским и таксом на открытии ребор на один был куплен на два видео снял ушел другой был куплен аж на целый анонс хуй пойми чего хуй пойми что с этим реборном в итоге из бляхованский да а сколько денег было пространо на весь этот рекламный кошмар страшно считать за эти деньги можно было купить среднюю африканскую страну еще и со всеми жителями на борту сейчас за рекламным бюджетом хотя бы следят хотя бы смотрят чтобы ютуберы сами себя окупали вот опять сами себя купали окно как это смотрится андрюха ну как но ты же понимаешь что промокоды это абсолютно не объективно типа я посмотрел одного ютубера посмотрел другого ютубера и блять ввел промокут 3 и не тот не тот не окупились получается и еще я миллион задонатил охуительно блять и это как по мне а то есть это очень странно на правильно так и должно быть ну и на позану система должна быть другая из-за нее не должны увольнять немножко так сказать напутствие руководству проекта об этом не просто все говорят об этом уже все кричат в голосе ну нахуй хором и я к этому хору само собой присоединяюсь проекту необходимо обновлять систему доната и и необходимо было обновлять году еще наверное в тринадцатом если не раньше я даже не про рулетку сейчас говорю хрен с ней с той рулеткой я не адепт рулетки пусть другие за нее топят как по мне модернизация системы доната необходимо вне зависимости от того будет рулетка на проекте или нет рулетку кстати у андрюха типа само собой я лично хочу топить за другое за прогрессивную систему разварнов что я сейчас имею в виду во первых необходимо ладно на самом деле дальше уже смотреть нет смысла потому что андрюха объясняет там то что можно сделать то можно сделать это то из-за чего я взял этот видеоролик на реакцию на все прочее вы уже узнали окупаемость ютуберов мне кажется что это полный бред и это ну прям вообще если мне кто-то доходчиво объяснит как могут отследить типа от кого я наверняка пришел и кто там кого окупает типа тогда ладно а так но это ну это вообще-то полная хуйня я не знаю почему андрюха также все это топит типа ну очень странно тебе андрюхи просто повезло и он думает что вот он окупается ну типа стран при том что промокод у андрюхи кстати достаточно сложный я бы его там знаете как-то оптимизировал допустим три буквы только осталось ппзн джк ну я думаю ладно вы все поняли всем спасибо аризоны рвели плей феникс айпи в описании все там